Далее от дома скучаешь по родному краю. Это единственное, что здесь не хватает. Это дагестанская атмосфера. У меня пока что не возникало такой мысли, чтобы переехать и жить. Конечно, есть возможность, но тяга нет. У нас сегодня довольно-таки тяжелый день будет, насыщенный. Мы сейчас едем на стадион, у нас утренняя пробежка, отработка, ускорение. Потом приходим, завтрак, отдых 2-3 часа и обедом. Основная часть тренировок у меня это спарринги. Итого получается 5 часов тренировок в день. Эти 5 часов разбиты на 3 тренировки. И в воскресенье у меня отдых. Иногда, если я почувствую, что где-то не поднажал, то я провожу и в воскресенье такую легкую тренировку. Витания у меня диетолог здесь. За 3 недели он приехал. И каждый день он мне дает еду. Человек это точно так же, как и машина, да, так скажем. Какой бензин зальешь, так и поедешь. Ну, у нас утром, как обычно, проснулся, пришел на пробежку. Побегал, минут 25 минимум. Ускорение. Потом отработка в парах. Отработка ударов, отработка борьбы. Растяжка, качка чуть-чуть. Ну, такие классические упражнения. Брусья, турник, отжимания. Утром час, час-полтора. Как Хабьер Мендес говорит, чтобы быть чемпионом, ты должен спать как чемпион, тренироваться как чемпион и питаться как чемпион. Мы сейчас находимся в Сан-Хосе. Штат Калифорния. В зале Американ Кикбоксинг Академ. Продолжаем тренироваться к бою. Именно для этого боя я сюда приехал с августа месяца. На UFC 205 с Майкл Джонсоном. Я первый бойц, у которого был контракт на UFC 205. Это самый раскрученный турнир, самый большой турнир за всю историю. Выигрывал этот бой, я сто процентов заслуживаю титульный бой. Первый раз, когда я приехал в Америку, это был 2012 год. Для своего дебюта я приехал в начале января. И после этого боя я понял, что мне нужно серьезно готовиться. Прошел в зал, никого не знал, английский не знал. Вот так у меня пошло знакомство Айкеи. Раньше я жил здесь в отеле, языка не знал, ничего не знал. Проходил, тренировался с утра до вечера. Потихоньку я уже вошел в тему, изучил язык. Очень много знакомых, друзей. С местными ребятами зала, дружеские отношения. Лучший зал в мире. Очень хорошие люди здесь. И бойцы, и тренера приветливые. Общаются, помогают в любой твоей просьбе. Все мне здесь устраивает. Сегодня у нас три раунда большой клетки. Там снимать нельзя, потому что в Айкеи закон, в спарринге нельзя снимать. Спортсмен это не только там ты выходишь в клетку, клетка закрывается, ты там кого-то побил, вышел. Например, Мухаммад Али, это великий чемпион, я считаю. Он никогда не сдавался. Да, он проигрывал, но также он выигрывал более серьезные бои, чем он проигрывал. В детстве я помню, я хотел космонавтом стать. Я помню, когда в первом классе спрашивали, на книге увидел космонавта. Я говорю, космонавта, мне надо было что-то ответить. И вот 15-16 лет, я когда что-то осознал, что надо выбирать, я выбрал спорт. Номер один, мой брат Кабин. Спасибо, брат. Сразу после тренировки кушаем чуть-чуть зелень, чуть-чуть орехи и пару кусков курицы. Кроме воды ничего не пьем, и то воду даже смотрим раз. Юсада проверяет. Меня 11 раз проверили. Таблетка от головы, просто от зубной боли таблетки может содержаться, что-то не то. И для нас, для меня лично, это большой плюс. Я за честный спорт. С детства я тренировался очень тяжело. И у меня была большая ошибка, что я мало времени уделял для восстановления своего тела. Я получал 4 серьезных травм. Каждая из травм, которая выбивала меня минимум на 6-7 месяцев. Последние полтора-два года я прислушиваюсь к своему телу. Я начал больше узнавать, как восстанавливаться. Криотерапия называется. Ты заходишь в определенную эту емкость и запускает холод. Как же холодно сейчас будет, вы просто не представляете. Когда ты постоянно тренируешься, тренируешься, у тебя от усталости кровь бывает медленно работает. Холод быстро заставляет сердце работать и кровь гоняет. Больше трех минут нельзя, потому что она может плохо действовать на организме. Это мое любимое занятие. После тяжелых тренировок пришел сюда. Охладился, пошел домой, 2-3 часа поспал. И на вечерней тренировке ты готов. Особо много времени нет, чтобы так сильно гулять. Но в выходные дни мы обязательно куда-то ходим. Расслабляемся, чуть-чуть думаем о другом. Отдохнуть от тренировок мысленно. Это тоже очень важно. У некоторых бойцов есть психологи, которые наследуют. Но я считаю, что это слабость. Если человек духом слабый, ловить ему в этом виде спорта вообще ничего. Не знаю, это у меня в душе такой огонь. Я думаю, это сражение. Есть много вещей, которые меня мотивируют. Я считаю, что первое, это то, что я начал. Я должен пойти до конца. Конечно, нет гарантии, что я могу дойти. Я ни о чем не жалею. Будем идти до конца, получится, получится, не получится. Значит, будем стараться. Я спокойно отношусь к критике. И когда меня критикуют, я думаю над этим. А основной у меня самый большой критик – это отец. Вот после Тибао я позвонил ему. Радостно звонил, выиграл туда сюда. Первое, что он мне сказал, он сразу сделал замечание по бою, которые были ошибки у меня. Я люблю, когда меня критикуют. И если критикуют, значит, есть минусы тоже. Человек не может быть идеальным. Все мы совершаем ошибки. Проиграй, никто не придет. Пока ты выигрываешь, говорит. Так что будет приходить, привыкать. Если кто-то не хочет, чтобы никто не проходил, просто проиграй. Ну, в детстве отец меня постоянно заставлял участвовать на турнирах и по дзюдо, и по вольной борьбе. Вообще все виды спорта. В детстве я очень много проигрывал. Я даже помню, за одну неделю, но за 10 дней я проиграл третий. Турнира по дзюдо. Я говорю, зачем ты у меня пихаешь туда? Я проигрываю. Я только начал дзюдо заниматься. Ну, сейчас я, оглядываясь назад, понимаю, что соревновательный опыт ничем не заменит. Когда ты 17 лет, ты только тренируешься. Думаю, что ты уже взрослый. И приходилось много драться. Потом со временем отец уже стучал по голове дома. Не пускал драться, потому что он мне говорил, ты не можешь драться с другими, потому что ты тренируешься с профессионалами. Ты можешь нанести серьезный ушиб другим. Если это все используют на улице, против незнающего человека, это может очень серьезно обернуться. Спорт меня научил дисциплине, быть честным перед собой. Я тренировался в вольной борьбе. Я тренировался по дзюдо, я тренировался в боевом самбо. И вот в боевом самбо, когда он мне пошел, я понял, что смешанное это мое. Когда бьют, бросают душа, думаешь, где нужно дух включать. Ты должен выступать по любителям, набираться опыта, драться, 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 драться. И когда ты понимаешь, что ты по любителям лучше, ты должен начать уже потихоньку выступать среди профессионалов. Ты должен минимум 200-250 раз подраться по любителям, чтобы выйти уже готовым на профессиональный уровень. Это тот путь, который я пошел. Я себя не считаю великим чемпионом. Но определенно я мог бы им стать, я думаю. Потому что у меня и все для этого. Но также я понимаю в своей голове, что один день придет более молодой, более мотивирован, сильный, и может я выиграть. А так ты должен быть рожденным бойцом. Я считаю, что это как в гладиаторские времена. Должен бояться Всевышнего, уважать своих родителей. Ты должен быть предан своим людям. Важна духовная составляющая, твои нравы. Ты должен отвечать за свои слова. Это самое главное, я так считаю. Я, например, чувствую, что у меня очень много болельщиков. Где бы я ни находился, я чувствую эту поддержку. Просто хочу поблагодарить их всех за это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова